Сегодня мы будем говорить о развлечении духов или же даре развлечения. В этом понимании развлечения существует два основных раздела. Существует развлечение того, что хорошо, а что плохо. Но также существует развлечение того, как следует жить. Это относится вашей жизни с Богом. Извлечать то, как вам продолжать вашу жизнь, куда идти. Филиппийцам, первая глава, девятая, десятая стихи. Вот какая молитва моя, чтобы любовь ваша все время возрастала, сопутствуемая познанием и глубоким проникновением или развлечением. Чтобы всегда вы умели выбрать самое наилучшее и остались чистыми и непорочными. Ко дню пришествия Христова. Это перевод не синодальный, а другой, тоже русский. Но соответствует тому, что он читал. Я использовал различные отрывки Писания, чтобы передать глубину значения. Иногда, если вы будете использовать только один перевод, не всегда вы сможете понять всю глубину Писания. Я понимаю, что для некоторых из вас это будет тяжело, поскольку у вас доступ только к одному переводу Библии на вашем языке, русском. Мне повезло в том плане, что я из англоговорящей страны. И в английском существует 50-60 различных переводов Библии. Также я очень хорошо знаю два других языка. Я могу читать Писания и на тех языках. И в голландском языке существует также где-то пять переводов. Поэтому это может помочь вам посмотреть на Писание с различных точек зрения. И с использованием дара развлечения. Вы сможете определить, какой перевод самый наилучший и более применим к этому, в этой ситуации. Я думаю, что дар развлечения наименее всего используют в церкви сегодня. И все же для меня это один из самых важных даров. Поскольку способность различить, что свято и что не свято, это очень большое преимущество. И хотя Павел поощряет нас ревновать о дарах духовных, а с рождества, если бы Писания сказал, что ревнуйте, так же о даре развлечения. Потому что я верю, что мы нуждаемся в этом даре, в нашем мире, в церкви, более чем кто-то ни было. Я верю, что когда церковь началась, они нуждались очень сильно в этом даре. И так же сейчас мы подошли к временной рамке Божьего времени. Когда мы будем нуждаться в даре развлечения, более чем кто-то ни было. Я верю, что многие из проблем в церкви сегодня были из-за того, что Божьего времени в церкви. Я верю, что Божьего времени в церкви осуществлялся. Я верю, что Божьего времени в церкви не было хорошего развлечения. В том, как Бог хочет, чтобы церковь росла и куда, чтобы она двигалась. Один из фактов в том, что церковь позволила миру оказать на себя влияние. И во многих сферах были переняты обсмышления или идеи, которые не лежат на библейском основании. Идеи, которые церковь приняла из-за недостатка дара развлечения. Возможно, я немножко забегаю вперед себя, но мне надо было это сказать. Это очень горячая тема для меня. Категория этого дара – это дар откровения. Это дар, который Бог открывает или получает с помощью откровения. Определение этого дара – это узнавать, что приходит от Бога, что от мира, от плоти или от дьявола. Это то, что я уже пытался вам передать. И нам нужно дар развлечения, чтобы определить, что пришло от Бога, что пришло от мира, что от собственной плоти и что от дьявола. Во всех этих сферах мы нуждаемся в даре развлечения. В вашей личной жизни. Но также в жизни, вообще на жизни верующих. Один пример этому в Писании Павел узнал, что у девочки в Филиппах был дух прорицания. Хорошо, мы вернемся в более деталях. Но это только один пример, где Павел очень четко понимал, что дух был в этой ситуации. Хорошо, могу я продолжать с этим? Следующий раз. Что мы сейчас имеем в виду, как вчера, я вам даю несколько вещей, которые, я думаю, помогают нам понять, это дар. как вчера я буду перечислять некоторые факты, с помощью которых мы можем понять, чем же является этот дар. И вначале мы рассмотрим, чем это дар не является, а потом это поможет нам понять, чем это дар является. Это дар не является подозрением. Мы можем подозревать, не доверять каким-то вещам, которые происходят. И у нас будет какая-то неуверенность. Но это не означает, что мы на основании подозрения различаем. Или у нас есть дар развлечения. Часто в моей жизни бывало такое чувство, что что-то неправильно. Но мы должны быть осторожны в этой области, потому что я верю, что Бог хочет дать нам развлечение, чтобы мы знали в частности, в чем проблема. И это то, о чем нам нужно молиться. Нужно это развивать в нашей личной жизни. Научиться различать и определить то, что нужно оставить, а то, что нужно отвергнуть. Дар развлечения от духов – это не просто подозрение к другим людям. Так как это существует и в обычном мире. Но нам нужно углубиться более, как бы, дальше. Мы не упомянули об одном даре до данного момента. И его нет в Писании. И по одной очень хорошей причине. Это это. Я знаю некоторых людей, которые верили, что у них есть дар критики. И они очень профессионально в этом. И постоянно приходят с всевозможными советами о помощи. На самом деле, это огромная разрушающая сила. И нам также нужно знать об этом. Мы здесь не находимся для того, чтобы у нас был дух критики. Но дух развлечения. И дар развлечения может стать помощью, когда вы используете это в качестве позитивной критики. Если вы хотите покритиковать, то критикуйте позитивно. Например. Например. Когда я видел кого-то в моей церкви, кто... Как бы я сказать? Они растут в медицине. Они растут в дарах. Когда в моей церкви есть какой-то человек, и он растет в служении, растет в дарах. И там был один молодой парень, полный огня Божьего ради Бога. И очень хотел проповедовать. Но из-за его незрелости, он не всегда правильно цитировал Писание. Поэтому как мне пришлось с этой ситуацией разбираться? Я шел к нему и говорил ему, что это было очень хорошо. Но я думаю, что если ты попробуешь это таким образом, то вероятнее ты достигнешь больших результатов и лучших результатов. Поэтому вместо того, чтобы говорить, ты сделай абсолютно неправильно, ты сделай ту ошибку, ту ошибку. Я наоборот прихожу и говорю, сделай таким образом. И даю ему позитивную информацию, взгляд. Не говорить, что это было неверно, неправильно. Но говорить, что ты можешь сделать это лучше. У тебя это лучше может получиться. Вот пример позитивной критики. Как она передается. А? Понимаете, что такое позитивная критика? Берете свою негативную критику и переворачиваете ее в позитивную. И когда вы видите, что кто-то сделает что-то неверно, спрашиваете, как она или он это может сделать лучше. И передаете это человеку. Этот подарок не подтвердит ошибки. Следующий. Нет, я еще на самом деле. Это не подарок критики. Это не подарок критики. Это подарок не для того, чтобы узнавать ошибки. Но в общем плане узнать и видеть духовную атмосферу. Духовное. Ситуация. Применение. Этот дар показывает, какие духи действуют в людях в наше время. Так же, как было во времена Иисуса, вы сможете определить, будь это не чистый дух, либо дух немоты, глухоты, демонические духи, духи, которые подавляют, угнетают. И так же вы сможете увидеть работу Духа Святого, действия Духа Святого. Окей. Окей. Этот дар обязателен для тех людей, которые хотят принимать участие в служении освобождения. Я хочу потом привести пример. Без этого дара, если вы не имеете этого дара, просто обречены на то, чтобы угадывать, что происходит с людьми. Но так же они находятся в огромной опасности. И если вы начнете играть с духовным миром, вы сможете попасть, вы попадете в огромную проблему. И в Скриптуре говорится о, и я забыл им имя, «Семь сыновей, которые пытались изгонять демонов». И что случилось для них? И что потом произошло, они раздеты, выбежали и кричали из того здания, поскольку они не смогли различить, что за Дух был. Окей. Итак, если вы не просите об этом даре, сталкиваясь с такими ситуациями, то я серьезно бы дал вам совет не принимать участие в этом вообще. Я не могу больше предупредить, больше, чем достаточно. И слишком много я видел того, что указывает на нашу осторожность в этой сфере. Это я завершу, и затем сделаем небольшой перерыв. Окей. Итак, когда вы находитесь в такого рода ситуации, тогда вам нужно хорошо подготовиться. Есть человек Джон Пол Джексон, я очень его ценю. И он написал книгу «Напрасные жертвы духовной войны». И он описывает такие ситуации. И он описывает такие ситуации, где многие люди идут в такую ситуацию и становятся жертвой из-за отсутствия подготовки. Это дар также важен для тех людей, которые хотят принимать участие в пророческом служении. Окей. Потому что без этого дара вы не сможете нормально функционировать пророчески. И, как я сказал раньше, многие из этих даров, они взаимосвязаны друг с другом. Чтобы они вместе могли создать одно целое. Окей. Если у вас нет этого дара, то, как говорит 1 Коринфянам 14, 49, 14, 1 Коринфянам 14, 29. 14 глава, 29 стих. Окей. Если вы не сможете рассчитывать, что происходит, то вы не сможете рассчитывать, что происходит. все пророчества это вы размышляете. Да. И если вы не сможете различать как бы, вы не сможете различать ситуацию. Итак, если вы не сможете различать ситуацию без этого дара, если вы вовлечены в этот тип служения, будь то пророческое служение или служение освобождение, тогда вы должны молиться, чтобы Бог дал вам способность хорошо различать. Окей, последнее здесь цель этого дара. Цель этого дара, чтобы оградить общину от демонического присутствия и деятельности. И поэтому я сказал, что очень нужен этот дар в современной церкви. Я думаю, что было бы намного меньше проблем, проблематичных ситуаций, если бы этот дар правильно функционировал. Окей, в основном даре в греческом языке слово развлечения звучит как диакрисис, в соответствии с толковым словарем Уэйна, в соответствии с толковым Уэйна, это одно из самых известных в английском языке, это означает «различение», отчетливая дискриминация или отделение, и «различение» и «различение» от духов. Окей, «различение» и «различение» «различение» способность данной Духом Святым, чтобы распознать источник, поэтому здесь в жизни Иисуса мы видим, и Иисус делает акцент здесь на том, что лжепророков можно узнать по их плодам, по их действиям и поведению. Поэтому первый способ, как вы сможете различить, испытать, посмотреть на жизнь человека. Один человек однажды сказал, если вы хотите меня узнать, то придите и живите со мной. И многие люди в прошлом не так чтобы обвиняли меня, но они приходили с замечательным даром критиканства и они спрашивают меня, что ты делаешь целый день? И я просто отвечала им, приходите и живите со мной, и вы увидите. Только несколько из них на самом деле откликнулись на такое предложение. и это предложение было настоящим. И несколько так и поступили. И их отклик был «Как же ты продолжаешь идти дальше?» Я бы и неделю не выдержал. Мы раньше собираемся дом для проблемных молодых людей. И несколько людей спрашивали меня, что ты делаешь целый день. И несколько из них жили у нас в течение одной недели. семь молодых парней жили с нами. Многие из которых были из разрушенных семей. Несколько были в тюрьме раньше. и вот такого плана люди были в нашем доме. Вместе со моими детьми. Многие люди в то время говорили мне, что твои дети пострадают от этого, но меня это не беспокоило. И не так давно я спросил своих детей, когда мы собирались вместе. И я спросил их, что вы думаете о том времени, когда мы так жили. И все они согласились, что это было самое лучшее время. Поскольку они видели, как Бог работает в жизни тех молодых людей. Но когда приходили те другие люди, с даром критиканства, они жили с нами в течение одной недели. И они говорили в конце, я больше никогда тебя не буду критиковать. поскольку иногда это единственный способ как вы можете показать людям. И иногда это необходимо в вашем служении принять определенное количество критики. второй способ это наблюдать за тем, прославляет ли человека Иисуса как Господа и Спасителя. что исходит из его уст. что исходит из его уст. 1 коринфянам 12 3 это 1 коринфянам 12 3 поэтому сказываю вам, что никто говорящий Духом Божиим не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом как только Духом Святым. Поэтому иногда задавая вопрос исходит ли служение этого человека от Бога или нет. то иногда хорошо спросить кто для них Иисус как они смотрят на Иисуса. И очень многое можно увидеть из того, что люди говорят о Нем. 3 способ слушая слова человека что он говорит. 1 Иоанна 4 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 11 12 15 15 15 15 15 18 20 21 22 22 Я думаю, что его бы удивили некоторые ответы. Есть многие люди в церкви, даже в наше время, которые не верят в это. Если вы начнете задавать поглубже, соответствует ли их исповеданию истине Слова Божьего? Это одни из тех вопросов, которые можете задать, чтобы узнать, находится ли человек в правильном духе.